Всем привет, с вами Голодный и мы продолжаем играть в Silent Hill и мы близимся к развязке. Мы попадаем в нигде, что это за место мы сейчас узнаем, но давайте сперва немножко освежим память, что мы знаем на данном этапе игры. Итак, мы знаем, что Silent Hill это курортный городок с темным прошлым. До того, как он стал курортным, существовала некая секта, грубо говоря, секта сатанистов. И судя по тому алтарю, что мы видели в антикварном магазине, ключ от которого дала Даллия, скорее всего эта секта продолжает существовать, только уже более тайно. И возможно, что Даллия Гелеспи туда входит. Похоже, что Даллия Гелеспи использовала нас, чтобы поймать Олессу, которая, как оказалось, является ее дочерью. Итак, что мы знаем еще? В городе таинственно умирали люди. Умер мэр города и также детектив полиции Гуччи, который занимался борьбой с наркоторговлей. Как мы знаем, в городе процветает наркоторговля. Неким наркотиком под названием PTV. Его, похоже, изготавливают в городе из некого растения под названием Белая Клаудия. И ко всему этому явно причастен доктор Кауфман. Из последних роликов мы узнали, что Шерилл не является родной дочерью Гарри. Он вместе с женой нашел ее на обочине 7 лет назад. И они ее удочерили. Что мы еще знаем о Даллия Гелеспи, помимо того, что она чокнутая сатанистка? Знаем мы то, что у нее в прошлом погиб при пожаре ребенок. И как мы знаем, Олесса ее дочь. А фотографию Олессы мы как раз видели в больнице в Тайной палате. Возможно, между всем этим есть некая связь. Также Даллия использовала она, чтобы поймать Олессу. При помощи Флауроса. Так как сама она этого почему-то не могла сделать. Изначально она утверждала, что некий демон, который погружает город во тьму, обрел образ ребенка. Но как оказалось, что этот ребенок ее дочь. Что очень и очень странно. Ну да ладно, давайте продолжать играть. И надеюсь, сегодня мы раскроем все последние тайны первого Саундхилла. Комната. Итак, комната, посреди которой ржавый кран. Кто-то забил ключ в водопроводный кран. Я не могу его вытащить, сколько бы не дергал. К сожалению, у меня нет карты этой местности. И я ее не найду. Мне придется все тщательно изучать. И учитывая то, что здесь практически все двери открываются, это будет немножечко проблематично. Да, мы уже видели в госпитале эту палату. Только здесь теперь в птичьей клетке заперт ключ. И она тоже заперта. Подусмин с патронами. Так, давайте поменяем наше оружие. Поставим старую добрую кирку. И продолжим наше путешествие. Пока все очень тихо. Очень подозрительно тихо. Ох. Кто-то смеется над нами. Девочка. Маленькая девочка. Была ли это Шарилов? Либо Олеса? Не ясно. На двери выгравировано имя Фалик. Вы можете погуглить все эти имена, которые будут выгравированы на дверях. Это имена различных демонов, либо духов. Я просто уже не помню, кто из них что означает. В свое время я изучал эти моменты. Старые часы в центре квадратное отверстие. Стрелка часов – это ключ. Из-за закрывающего циферблата стекла я не могу его достать. В общем, все закрытое. Все очень плохо. И опять же. Помните это место? Еще одно сохранение. Давайте сохранимся. Нигде. Да, это антикварный магазин. То самое место, где мы отодвигали шкаф. И здесь была дыра. И Гарри говорит, стена как стена. Да. Он удивлен, так как раньше здесь была дыра. По крайней мере, в настоящем антикварном магазине. Правда, что здесь уже является настоящим, а что нет – это большой вопрос. Да, и недолго тишина продолжалась. Возвращаясь медсестры. Да, это место как будто бы соткано из различных мест, где мы уже бывали. Возможно, что не мы бывали, а кто-то другой бывал. Так, ладно. Будем сбиваться с маршрута. В эту дверь мы заходили. Закрыто. Просто закрыто. Возможно, с другой стороны. Закрыто на двери выгравировано имя Офиэль. Закрыто на двери выгравировано имя Хагит. Остается всего лишь одна дверь, и, конечно же, она открыта. Да, эта лестница очень сильно напоминает лестницу, по которой мы спускались в подвал, по-моему, в больнице. И мы попадаем в класс. В класс школы Мидвич. Здесь всего лишь одна парта, на которую нам стоит обратить внимание. Вали домой, воровка. Сдохни. Да. Похоже, кого-то недолюбливали в классе. Намалеванный цветок. Это место нам тоже знакомо. Здесь лежит отвертка. И кусачки. Давайте осмотрим. Инструмент, которым можно резать провода и тонкий металл. Ржавый, но еще пригоден. Инструмент для отворачивания шурупов. Слегка заржавел, но вполне пригоден. Так, здесь нам, похоже, больше делать нечего. Так, ну что ж, мы добыли плоскогубцы. И с помощью них наверняка можно будет... Так, кто-то здесь восстал. Наверняка можно будет выдернуть ключ. Так, опять... Даже на Харди она валится с первого удара в голову. Так, кто у нас был, по-моему, здесь. Так, давайте применим наши... Только что найденные плоскогубцы. Ключ Офиэля. Итак, мы добываем первый ключ. И давайте взглянем на него. На ключе выдавлено имя Офиэль. Можно осмотреть. Вот эти символы на ключах. Помните, по телевизору нам транслировали, когда Шерилл, там также были символы. По-моему, они были очень похожи. Итак, Офиэль, Офиэль, Офиэль. Так, надо вспомнить. Так, здесь у нас файлик. Офиэль у нас, по-моему, был немножко дальше. Да, вот здесь у нас был Офиэль. Так, и мы попадаем в очередной коридор. Здесь у нас замок заклинило. И здесь у нас первая загадка. Помните эти таблички в госпитале? Раньше они... Раньше они были бесполезны. Список смерти. Это памятная доска с каким-то списком. Тереза Файнли, Хьюго Эв Уайт, Стивен Лордс, Альберта Морган, Роберт Брикс. Итак, чтобы решить эту загадку, нам нужна еще одна табличка, которая раньше была пуста. Но теперь на ней кое-что написано. На мраморе выгравированы имена, фамилии и возрасты. Список смерти. У смерти мы наперечет. По возрасту и стар, и млад. В порядке том же заберет. А для нее уж нет преград. Навстречу им дверь отопрет. Оттуда лишь могилы хлад. Хм, стихи. На самом деле, загадка простая. Особенно, когда есть хороший перевод. Просто нужно взять первые буквы имен и составить их в порядке возраста. То есть, первый у нас идет Стивен Лордс, то есть буква С. Потом идет Тереза, буква Т. Потом идет Роберт, буква Р, стр. И в конце идет Альбертонс, а и Хьюго, страх. То есть, получается слово Страх. Страх. И здесь как раз это слово нужно ввести. В английском варианте там было слово, по-моему, Алерт. То есть, тревога. Ну, наши русификаторы решили перевести таким образом. Трах. Мы отбираем дверь. Что у нас в этой комнате? В этой комнате есть одна интересность. Мало кто замечал, но если присмотреться на ящики, то на них написана некая напись. Ее тяжело разобрать, но там написано Психоток ТВ. Помните, как назывался как раз наш наркотик ПТВ? Скорее всего, это его полное название. Какой-то Психоток ТВ. Странное название, конечно. Гарри говорит, ничего полезного. В общем... Возможно, это намек на то, что в больнице хранили наркотик в больших партиях. Возможно, что его вообще в больнице и изготавливали. И здесь у нас морг. На койке лежит труп. Мне неохота его осматривать. Ну да. Это звезда Соломона. Взять ее. Всего трупов 6. Помните список смерти? Возможно, эти трупы как раз связаны с этим списком смерти. Единственное, что там было 5 человек. То, что тогда 6-й. Ей, возможно, сейчас будет как раз отсылка к этому 6-му. Гарри? Лиза? Что с тобой? Теперь я поняла. Почему я еще жива, когда все остальные умерли? Нет, я не единственная, кто осталась в живых. Я тоже умерла. Просто я этого до сих пор не замечала. Лиза. Останься со мной, Гарри. Пожалуйста. Мне так страшно. Помоги мне. Спаси меня от них. Пожалуйста. Гарри. Гарри. Пожалуйста. 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 Продолжение следует... Лиса... Возможно, неспроста мы встречаем Лизу в комнате, наполненной наркотиками ПТВ. Возможно, не просто так у нее отшибла память. На полу лежит дневник. Я попрошу доктора освободить меня от этой пациентки. Уж очень тут жутко. Она все еще жива, но ее ожоги вряд ли уже заживут. Я сказала доктору, что увольняюсь. Не буду больше работать в этом госпитале. В комнату набиваются насекомые. Я и двери, и окна закрыла наглухо, а они как-то пролезают сюда и кусают меня в госпиталь. Мне плохо. Пыталась вызвать рвоту. Ничего не выходит. Вырвала одной желчью. Кровь и гной текут из крана в ванной. Я пыталась завернуть его, но он не закрывается. Надо принять лекарство. Помогите. Да, похоже, Лиза была той самой, кто ухаживал за пациенткой в той палате, которую скрывали в подвале. Обожженная пациентка. И как мы знаем, ребенок Дали погибает в пожаре. Ребенок Дали Олеса. Соответственно, этой пациенткой, скорее всего, и была Олеса. Возможно, под лекарством Лиза как раз подразумевает наркотик. А тот доктор, о котором она пишет, это, скорее всего, есть тот самый доктор Кауфмал. Так, дверь закрыла. И здесь очередная мозгодробильная головоломка. Для меня это, наверное, была вторая по сложности головоломка после пианино. В свое время, когда еще не было у нас ни интернета, ни хрена. Это было очень сложно. Итак, рыбы. Цифра 0. Это как бы подсказки. Телец. Цифра 4. Как вы понимаете, это все знаки зодиака. Рак. Цифра 10. И весы. Цифра 2. И здесь у нас еще три знака зодиака, под которыми мы должны выбрать одну из девяти цифр. Тем самым составив пароль из трех цифр. И как я не ломал голову, в свое время мне было очень тяжело догадаться, что означают все эти цифры. Как оказалось, все гениально и просто. Эти числа означают число конечностей. Соответственно, здесь у нас цифра 4. Здесь у нас цифра 6. Стрелец. Кентавр. И здесь у нас, соответственно, цифра 8. Близнецы. Камень времени. Большой камень с изображением часового циферблата и знаков зодиака на основании. Да. Похоже, нам нужно возвращаться к часам. Вот, мать твою. Появилась она. Ах ты. Старшая медсестра. Безусловно. Господи. Какими-то страшными звуками она сдохла. Так. Наверное заклинило. Да. Такая приятная музыка сменилась на жуткий скрип. Да. И остальные двери все заперты. Так. Ну что ж. Возвращаемся. Да. Я так и знал, что здесь наверняка тоже кто-то появился. Слушай, киркой вряд ли кто-то сможет соблюдать. Ха-ха. Сама подлезла. Итак, нам нужны часы. Часы у нас были. Так, здесь у нас, по-моему, была клетка. А вот здесь у нас как раз часы. Пять часов. Что бы это могло значить? Ключ Хагита. Хагит. Ну вот этот символ сверху мы точно видели на телевизоре. Странно, что тихо. Использовал ключ. Много вас тут развелось. Добивай, Гарри. Умерла, что ли? И мы попадаем к лифту. Так. Получается, мы сейчас на первом этаже. У нас еще есть второй и третий. Ну, давайте по порядку. Здесь, как ни странно, тихо. Только пара стульев. Ну, что ж. У-у-у. Сколько у вас здесь? Давайте сразу проверим ветку. Я ее заклинила. Ладно. Можешь пострелять немного? Ну, поставим пистолет. У меня, по-моему, очень много патронов осталось. 200 патронов. Фигеть. Как можем видеть, у них сзади тоже паразиты. Подобный паразит мы видели и у Сибил. И только здесь эти паразиты уже больше прогрессировали. Вылезли из спины. По-моему, как раз... По-моему, как раз эти медсестры официально называются марионетками. Так, тоже заклинил. Так, две двери. И это ювелирный магазин. Так, мы подобрали ажезул. Так, у нас патроны. Замок заклинил, а эту дверь нельзя открыть. Давайте глянем. Жезл Меркурия. Кадуций жезл, обвитый змеями, символизирует медицину. Сизующее кольцо. Ржавое, массивное на вид кольцо из неизвестного металла. Давит. А замок заклинило. Так, по этой стороне я все двери проверил. Так, по этой стороне здесь нет дверей. Окей. Тогда идем дальше. Здесь еще одна дверь. Здесь нас уже отжимали. Добиваю ее. Так, кто там? Оу. Все зеленые. Семненько. Что-то из паразита. Да, похоже, я ее прикончил. Судя по оскорбшейся крючке. Оу. Окей. Начнем проверку дверей. Теперь открыто. Ах да. Да, это не совсем обычная дверь. Дело в том, что она нас телепортирует на первый этаж. Это тот самый этаж, откуда мы и начинали. Да. Тем самым разработчики нас хотят немного запутать. Так, ладно. Вернемся обратно. Отлично. Биво. Так, замок заклинило. Что у нас здесь? Потроним. И... Фотоаппарат. Давайте глянем. Фотоаппарат со вспышкой. Хорошо. Так, вроде тихо. Палата. А, помните это место? Да, мы также встречали это место в больнице. Это табличка. Раньше мы ничего не могли с ней сделать. Но теперь у нас есть отвертка. Это ключ. Ключу подведен ток. Если я дотронусь до него, меня он дарит. К сожалению, я пока не могу его взять. Окей. Так, ну ладно. Возвращаемся. Нам нужно к лифту. И... На третий этаж. Так. Быстрее, наверное, будет. Пройти вот таким путем. Возможно, даже безопаснее. Так, здесь никто не появился. Как ни странно. Этаж номер три. Мы только что видели дух девочки, которая молилась перед этим алтарем. И это тот самый алтарь, который мы, похоже, видели в антикварном магазине. Смахивает на какой-то алтарь. Интересно, кому они тут поклонялись. Свет грядущего. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Похоже на повешенную голую женщину, которая пытается заколопить. И так, это очередная загадка, где нам пригодится фотоаппарат. Нужно сфотографировать эти две картины, и тогда мы увидим символы. Которые нам понадобится, чтобы открыть эти две двери. Так, надо их запомнить или записать. Так, ну я поставлю запомнить. Так, здесь у нас вот так. Так, тут у нас треугольник. Здесь у нас такая стрелочка. Ключ от птичьей клетки. Ключ от птичьей клетки. И на ключе выгравирована птичья клетка. Это нам нужно в самое начало. Но перед этим давайте откроем еще вторую дверь. Так, тут у нас крестик, буковка П и треугольник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что у нас здесь? Лечебная настойка. И здесь интересная книга, которую можно прочитать только если вы до этого прочитали многие другие книги и записки. Страница в книге заложена закладкой. Белая Клаудия. Многолетник. Произрастает близ воды. Достигает высоты 10-15 сантиметров. Продолговатые листья, цветы белые. Семена содержат галлюциноген. В старинных книгах отмечается, что растения использовали индейцы в своих религиозных обрядах. Причиной тому был именно галлюциногенный эффект. Итак, как раз мы узнали больше о Белой Клаудии, из которой изготавливали наркотик. И здесь еще одна важная газета. Так, это можно прочитать? Я уже не помню. Это мы прочитать не можем. И то же самое. Следствие приостановлено. Торговцы ПТВ все еще на свободе. Подозрительной смерти все множится. Вслед за объявившим войну наркотиком мэром, точно такой же смертью от сердечного приступа погибает офицер наркополиции. Здесь есть и другие газеты, все очень старые. Пожар в городе. Полностью выгорели 6 домов. После ликвидации пожара было обнаружено обугленное тело Олеса Гелеспи. 7 лет. Причина возгорания остается предметом расследования. Пожарные полагают, что возгорание произошло в подвале дома Гелеспи. Вероятной причиной пожара стала неисправность устаревшего парового котла. Дата пожара? Тоже самый день, когда мы нашли Шерил. Хмм. То есть получается, что пожар в доме Гелеспи произошел 7 лет назад. Именно в этот день Гарри с женой находит Шерил. Но кто же тогда был в той самой скрытой палате в подвале, если Олеса умерла при пожаре? Нашли обугленное тело Олесы. Но действительно ли это было тело Олесы? Didác ли это долго сытrees клей? СИГНАЛ Но до конца не до конца не понятно DА Начиль espefor и для конца. Продолжение следует...